Меня зовут Василевский Андрей Сергеевич, я бизнес-психолог, у меня психологическое образование именно в направлении бизнес-психологии. У меня есть также педагогическое образование, и сейчас я работаю как коуч-консультант в когнитивно-поведенческом подходе. Итак, интервизия, подготовка кейса. Сейчас мы покажем, как можно готовиться к представлению кейса в коучинговой интервизии. И этот шаблон, как вариант шаблона для подготовки, можно использовать. Однако вы можете использовать любой вариант подготовки. Можете со слайдами, можете без слайдов, просто устно рассказать, без опоры на что-либо, про свою ситуацию работы с клиентом, про свои сложности и так далее. Но вот шаблон тоже позволяет проще это сделать, проще подготовиться и, соответственно, в представлении использовать как такую зрительную опору. И что такое функция интервизии? Психологам, психотерапевтам понятна функция интервизии, но для тех, кто не знаком, кто работает в коучинге. Значит, интервизия – это разбор сложных случаев, именно сложных. Это обмен профессиональным опытом и информацией, действительно. Это обретение альтернативных способов, потому что известно, что мы очень склонны стереотипично действовать. И когда мы видим, что кто-то работает по-другому, становится интересно, мы что-то перенимаем. Так, дальше. Возможность получить поддержку среди коллег, когда чувствуется, что что-то не получается. И, соответственно, предотвратить или, по крайней мере, уменьшить синдром профессионального выгорания. И определение поддержки профессиональной идентичности. Правила очень важны и будем их повторять каждый раз. Это, во-первых, что обсуждение материала интервизии не запрещается вне группы. То есть сейчас мы обсудим какой-то кейс, информацию о какой-то получем, о клиенте. И дальше мы ее не должны никуда выносить, высылать, рассказывать и так далее. Запрещается разглашение информации личного характера о клиенте, специалистах и участниках группы. Необходимо соблюдение этических норм специалистов, помогающих профессии. И этический кодекс АКПП вы можете скачать. Вот QR-код сфотографируйте. Где тоже можно ознакомиться с этическим кодексом АКПП. Соответственно, в нашей работе, в работе когнитивно-поведенческих коучей, мы также, как и терапевты, и консультанты, следуем этому этическому кодексу. В целях соблюдения безопасности и анонимности клиента, участник группы, представляющих кейс, меняет данные личного и профессионального характера, а также любые другие данные, позволяющие опознать клиента. То есть, конечно, скажем, где работает клиент, в какой профессии, наверное, имеет значение. Но конкретно говорить, в какой компании и называть эту компанию, нет никакого смысла. Можно сказать, в крупной компании, в крупном бизнесе, в международной корпорации, или наоборот, в микробизнесе. Это важно. А вот конкретное название не важно. Ну и по аналогии со всем остальным также. Демонстрация аудио-видеозаписи клиента или демо-сессия производится исключительно с разрешения клиента. Причем это должно быть записано. То есть, если вы что-то хотите продемонстрировать, а это тоже очень важный элемент для разбора, то у вас должна быть запись, прямо вот предварительно сделанная, что я не против, если данная видеозапись или аудиозапись будет рассмотрена на интервизии, на публичной интервизии. Вот это должно быть проговорено. Роль ведущего. Значит, это вот в данный момент моя роль. И в последующих интервизиях будут участвовать у нас разные интервизоры, разные ведущие, чтобы, опять же, было интереснее, так сказать. Потому что все равно стиль у каждого свой. Роль ведущего, она на самом деле очень маленькая. То есть, это соблюдение как раз вышеперечисленных правил и этики. И небольшая доля модерации, чтобы укладываться в необходимое время интервизии, чтобы у всех примерно в равной доле была эта возможность. Ну и также некая интерпретация динамики группы. И теперь шаблон кейса. Итак, значит, тот шаблон, который мы предлагаем, и который у вас уже есть, вы могли скачать его. Первое, что, как мне кажется, как нам кажется, важно узнать о самом коуче. То есть, вы представляетесь, говорите, что вот у вас такой-то опыт. При этом интересно, в какого направления, какого подхода вы придерживаетесь в коучинге. То есть, например, психоаналитического, когнитивно-поведенческого, НЛП. Вот это вот как раз подходы. Какой вид коучинга вы практикуете? То есть, их много там, спорт, лайф, экзекьютив, ну и так далее. Прочая информация об образовании опыта и знаниях – это пожелание. Как вам хочется, но можете об этом тоже рассказать. Второе – это уже вы непосредственно рассказываете его своим клиентам. Если вы хотите поднять именно вопрос кейса, разбора кейса, если вы хотите обсудить какую-то общую сложность, которая сопровождает вас в работе с разными клиентами, с разными кейсами, то можете также обсудить какую-то общую сложность, с которой вы сталкиваетесь, общий какой-то момент, который вас преследует и с которым вы не знаете, как работать. Вот, в том числе и поделиться какими-то своими успехами, приемами, находками с коллегами. Это будет не менее, а может даже более интересно, да, какие-то ваши открытия. Но если это конкретная все-таки сессия или набор сессий в рамках одного клиента, в рамках конкретного какого-то кейса, то тогда нужно обозначить, о какой задаче, теме или ситуации идет речь. То есть с чем пришел первоначально клиент. Вот. Дальше можно рассказать о все-таки общих каких-то моментах профессиональной деятельности, личной жизни клиента, о его состоянии, таком вот общем состоянии, о котором он поделился непосредственно с вами. Общая информация о коучинговой работе, то есть сколько уже было проведено сессии, в каком они порядке были проведены, там раз в неделю, раз в месяц, ну вот такие нюансы. В каком формате очно, онлайн, ну и все, что считаете необходимым и важным. Было ли это в рамках там трехстороннего контракта, например, в рамках компании, да, где был контракт со всех сторон заключен и так далее. Это тоже очень, в принципе, важные моменты. Ну и условия контракта. То есть если контракт действительно был заключен, может быть, что-то важного можно указать об условиях контракта. Все то, что, в принципе, представляет интерес для разбора этого кейса. Дальше. Ваш запрос на интервизию. Есть запрос на супервизию, в данном случае на интервизию, то есть на разбор с другими коллегами, да, как бы, чтобы узнать мнение, как можно более разностороннее мнение разных коллег, может быть, даже разных подходов в коучинге, даже со стороны терапии, консультирования, чтобы получить какой-то тоже совет, идею. Для этого надо сформулировать, в чем, собственно, вот сложность, да, с чем вы столкнулись. Или, наоборот, в чем у вас прорыв и что такого интересного вы в своей практике обнаружили и хотите получить обратную связь. А может быть, это не прорыв, может быть, надо обратиться к какому-то источнику, почитать, узнать и еще больше понять, что, почему вы самостоятельно до этого дошли. Но это, может быть, уже есть. И возможные вопросы, да, попытаться самостоятельно ответить и тоже вынести, да, на вот слайд или устно сказать, что какие вот у вас возникли вопросы. Например, можно ли данный кейс данного клиента отнести к коучинговому кейсу, к клиенту, с которым надо продолжать работать в коучинге, а не в терапии, не в консультировании. Насколько кейс клиента для меня и для клиента был ясен в конце сессии, ну или в конце там нескольких сессий. То есть вы поняли вообще, с чем работаете, какая задача клиента, с чем он и пришел и что он хочет получить. И понимает ли клиент самое главное это. Не осталось ли ощущения, что клиент не озвучил, не осознал какую-то важную часть информации. Была ли какая-то общая траектория тактика, стратегия сессии. Потому что это не сессия, которая вот каждый раз заново начинается, как новая жизнь. С чем ты пришел сегодня, о чем ты хочешь поговорить. Это, конечно, здорово, но, как правило, да, то есть если это несколько сессий, то есть какая-то преемственность. То есть какой-то берется запрос и каждая сессия опирается на предыдущую в какой-то степени. И, соответственно, тогда есть какая-то тактика, стратегия, которая может прослеживаться. Есть она у вас или нет. В каких моментах была нарушена или полностью не реализована вот эта тактика, стратегия, о которой вы задумывались, но вот она по каким-то причинам не получилась. Какие именно трудности возникли у меня с данным клиентом? Какие мои рабочие гипотезы раскрывают причины этих трудностей? И тут вы можете предложить сразу всем, что вот у меня гипотеза такая, если у вас есть эти гипотезы. И это, ну, примерный список просто, опять же, для того, чтобы свои уже придумать какие-то вопросы. И какие методы и техники применялись на сессиях? То есть, собственно, что вы использовали в содержательной части? И дальше мы переходим к такому понятию, как концептуализация. С концептуализацией все знакомы, кто работает в когнитивно-поведенческом подходе, потому что там практически в любой школе присутствует концептуализация кейса. Для тех, кто не знаком с этим понятием концептуализации, концептуализация — это просто-напросто понимание кейса клиента. То есть то, как специалист понимает кейс клиента и как он в этом кейсе собирается работать. И в рамках подходов разных эта концептуализация строится по-разному. То есть есть какие-то шаблоны тоже, какие-то системы построения понимания о кейсе клиента. Здесь указано скорее как бы общее, то, что не относится к любым направлениям, подходам коучинга. Это что важно? Важна формулировка задачи клиента. Ну или то, что называется запросом. Но не очень мне нравится слово запрос, потому что запрос — это как будто клиент приходит с каким-то запросом к коучу. А мы говорим про равноправные отношения, когда клиент, по сути, ничего не ждет от коуча, помимо создания условий для того, чтобы эту задачу клиент сам решил. Поэтому лично я использую задачу, но под этим можно понимать и запрос, и постановку цели, в том числе, в рамках контракта. И вот все что угодно, что вы, может быть, по-своему назовете. Глубинные сложности в решении этой задачи клиента. То есть это сложности не ваши, это сложности клиента. То, как вы поняли, почему клиент вообще пришел на коучинг. Потому что просто поговорить клиент вряд ли придет. У него есть друзья, родственники, коллеги, и вот он с ними может прекрасно обсудить что-то, поговорить, поделиться опытом и так далее. На коучинг человек все-таки приходит с какой-то сложностью, с которой он не может справиться, или может, но менее эффективно. И он понимает, что он более эффективно с этой сложностью справится с коучинг. Поэтому это очень важно определить все-таки, для чего он пришел именно в коучинг, чем коуч может помочь клиенту. И здесь вот три составляющие когнитивной модели на самом деле. Но она прослеживается практически во всех подходах. Это то, что человек думает, то есть мышление его, какие мысли у него возникают. Это его эмоциональное состояние или эмоции, аффекты. И это его, конечно же, поведение. То есть вот в описании ситуации эти три компонента, как внутренние компоненты клиента, они очень важны для понимания. Это как бы дополнительная часть к обсуждению ситуации, общей ситуации, внешней ситуации, в которой находится клиент. И, конечно же, вот эти две части, то есть слева это то, что ограничивает, как мы говорим в коучинге, а справа это то, что наоборот расширяет. И наша задача понять и одно, и другое, но перевести клиента из ограничивающего поля в расширяющее поле. То есть концептуализация, что еще важно, то есть в описании, условно говоря, кейса, это желаемая будущая цель, как ее обозначил клиент, уже, так сказать, переопределил, уточнил в процессе сессии. Не то, что он изначально, как запрос пришел, а то, что он изложил, уже в процессе ее доконкретизировал. Важен также план действий, который он наметил после первой сессии или после нескольких сессий и первые шаги. И важно теперь вторая часть, уже касающаяся не клиента, а коуча. То есть как коуч видит свою цель в этом коучинге с клиентом, свою тактику, задачу сначала, а затем тактику и стратегию работы. Потому что она все равно формируется так или иначе. Коуч приходит в работу с клиентом с каким-то пониманием все-таки, с каким-то видением. И дополнительно, по желанию, если вам хочется разобрать кейс именно по концептуализации когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цель вот этой методологической школы, то вы можете воспользоваться вот такой вот формой. Она во многом повторяет вот то, что было сказано ранее, но вот в таком более удобном графическом исполнении. И здесь есть дополнительные детализации. Это вот нижняя часть, да, это вот мысли, эмоции, действия, это когнитивная модель. В общем, здесь много нюансов есть, и она более как бы детальная, более широкая. И в презентации, которую я в чате выслал, шаблон можно использовать. Вот в презентации тоже его открыть и заполнять вот по этой карте, попробовать хотя бы. Продолжение следует...